Добрый день. Третья пирамидка из моего пятитысячного марафона. Третья бюджетная и не самая лучшая, сразу скажу. Серия EMS от компании ЧАИ вполне неплохая. Вся вот в таких вот боксах, которые у меня нашли вторую жизнь. Я извлек отсюда весь лишний картон и ставлю туда какие-то другие головоломки на хранение на полочке, чтобы они не пылились. Выглядит это примерно так и на полочке смотрится неплохо. Так что от головоломки есть двойная польза. Саму пирамидку понятно из-за того, что ее надо, наверное, часто брать в руки. Нет смысла хранить в таком боксе, поэтому бокс переходит к чему-то более интересному. Внутри инструкция, но открывать не буду. EMS все в принципе стандартно. Здесь никаких ни подставок, ни отверток в комплекте нет, как у Mi Long. Но здесь интересна сама пирамидка. Пластик слегка матовый. Ну, после тысячи сборок он, естественно, стал еще более глянцевым. Я специально отложил напоследок тестирование этой пирамидки, потому что ждал, пока доедут остальные из этих пяти, чтобы уже сравнивать со всеми. Повращаем. И по звуку мы сразу слышим такие вот кликающие моменты, щелчки. Что говорит о том, что здесь магнитики некоторые стоят свободно в своих пазах и при движении слегка смещаются. Это на сборку никак не влияет. Похожая ситуация была на скьюбе Ау Ян. Я до сих пор магниты не приклеил. Но здесь, как решение, это сделать можно. Да, недостаток, но не очень значительный. Изначально при тестировании всей серии я возлагал большие надежды на эту пирамидку. На самом деле не зря. Я ее собирал третий из всего марафона. И по сравнению с Келонгом она, конечно, уступает. Ну, мне понравилось чуть меньше. Эта пирамидка вполне топового уровня. То есть она вращается так хорошо, как и топовые модели. Тот же Yuxin Huan Long, тот же X-Men Bell. Вращается очень хорошо. Причем ее вращение больше похоже на Bell V2. С теми же небольшими локапами, которые были и там. Но спустя некоторое количество сборок к этим локапчикам привыкаешь. И все становится удобно и комфортно. Если вспомнить предыдущие топовые пирамидки. Bell 1 версия и Yuxin Huan Long. То обе были хорошие. Обе актуальны до сих пор. Но Bell она чуть помягче. Такая более вязкая. А Huan Long более резкая. То же самое можно сказать и об этих бюджетных пирамидках. MS и Yulong. То есть вот это лучшие бюджетные пирамидки в своем ценовом сегменте. Мне Yulong нравится чуть больше. Из-за того, что здесь нет вот этих кликающих магнитных эффектов. И нет совсем мини локапов, которые возникают на MS. Тем не менее, эта пирамидка вполне достойный выбор для любого спидкубера. Если вам не мешают вот эти вот клики магнитов и к локапам очень быстро можно привыкнуть, то все здесь будет хорошо. Понятно, что я уже собираю третью тысячу сборок на пирамидке. Имея изначально очень плохое среднее время, улучшил его и здесь. Триднее из 100 стало 7.76, по-моему, лучше мне было. И это уже такой более-менее интересный результат. Понятно, что если бы я сейчас после пяти тысяч продолжил бы вращать этой пирамидкой, то время было бы гораздо лучше. Но я не продолжил, потому что нашел более интересный вариант, которым теперь буду вращать и дальше. Сейчас мы просто дособерем эту пирамидку и сделаем какой-то вывод. А вывод 1. Это отличная пирамидка, которая слегка уступает пирамидке Yolong 2M. Серия MS в принципе неплохая. Там отличная двушка, неплохая трешка, так себе четверка и более-менее пятерка. Но пирамидка вполне хорошая, даже отличная. Для своего бюджетного сегмента она очень хороша. Она просто великолепна. Поэтому, если вам нравится такой, вы готовы мириться с этими щелчками, то она вас полностью устроит. Но от щелчков можно избавиться. Тем более, сейчас, наверное, проще куда купить MS, чем Yolong. Не знаю, по какой причине, но почему-то далеко не во всех мегазинах есть Yolong. А если выбирать из Yolong и MS, то MS на голову выше, чем неудачная пирамидка Yolong. На этом я завершаю обзор трех бюджетных пирамидок из этого набора. Тем, кому интересно мнение про остальные, на канале уже есть соответствующие видео. В описании я на них, наверное, оставлю ссылки. А на этом все. Переходим к топовым головоломкам. Всем спасибо. Всем пока.